Че, let's go? Вообще хайп, я его помню Что нужно относиться к своим близким так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе Что нужно База, 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 база В конце хусос, наверное Тони Джей, тысяча рублей, спасибо Привет, Волга Спасибо большое Спасибо тебе Деньги, что нужно ответственно относиться к своей жизни и своему здоровью Таким образом, Буги2988 заработал миллионы подписчиков Ты это не тот, блядь Я это не смотрел Во-первых, там был другой Пузан Который покупал себе два Форда Мустанга, если вы помните А это другой чел Видос-то сегодня вышел Итого мы смотрели тоже от Дэдпи-47 Я думаю, блядь, нахуя он два раза там Буги был уже Вопрос про то, что не тот чел Или это продолжение Походу продолжение Миллионы долларов и огромную любовь от аудитории Ну и разные премии довольно мейнстримного уровня на той же Видеогеймвордс Нет никого в этой стране, в этом мире Кто больше заслуживает этот трофей Кто сделал так много для видеоигр К другой стороной Когда Буги начал транжирить деньги Стал тратить деньги на, так сказать, ухаживание за девушками Которые были в два раза моложе него Ну и конечно же не будем забывать про тот раз Когда он сделал видео, что Наконец-то разбогател на криптовалюте И говорил, что вот я наконец-то богатый Ребят, мне не нужна ваша помощь И сделал он это видео, когда крипта была на пике И когда стоило выводить Но он думал, что все пойдет дальше К великому сожалению, он закинул деньги не в ту валюту И потом сделал видео про то, что потерял все И теперь ему нужна поддержка аудитории И вот в таком состоянии мы оставили Буги в последний раз Но с тех пор произошел случай, который абсолютно нельзя игнорировать И который сейчас активно обсуждается в англоязычном сообществе Как одна из самых, если не самая громкая драма за последние годы И вот уже сейчас можно сказать, что Буги это на самом деле Самый жалкий человек, который... Так, кто из этих троих Буги, блять? Слушай, Антон Логвинов, блять, справа снизу Видел не просто в интернете, а в принципе в жизни Более жалкого человека невозможно себе представить Когда говорят, что кто-то жалкий И ты сразу представляешь себе Буги Сравниваешь этого человека с ним и понимаешь, что нет Буги 2988 это непревзойденный король Когда дело касается того, чтобы быть максимально жалким и ничтожным И возможно вам покажется, что я жёстче, чем обычно Что типа, ну вряд ли он... Даже из 1660 игру запускают и плачут Все как обычно Ну тогда понятно, Буга Привет Просто какой-то добрый пухляш, ничего такого Да круто Готовьтесь изменить своё мнение к концу этого видео, дорогие друзья Потому что вы тоже будете его ненавидеть В одном из прошлых выпусков я рассказывал вам про Аким Старра Весьма важного персонажа в интернет-культуре Который решил организовать бой между Буги и Винкс оф Редемшн Бой, в котором... Мы Винкс оф Редемшн оплали Смотрели, это два разных пузана, сука, я так и знал, блядь Это тот Винкс оф Редемшн, который похож очень Буги тоже был Да ёб твою мать, блядь Сейчас проверю Ебать, да тут про Буги и плядь сколько, нахуй Ладно Походу, да Буги позорно проиграл, не нанеся ни одного удара Однако Ким Старр, будучи опытным интернет-бизнесменом Унюхал выгоду во всей этой теме слоу-кау Что, напоминаю, дословно переводится как Корова, дающая вместо молока, поводы для смеха, типа лол Логика простая Буги и Винкс оф Редемшн это опустившиеся стримеры и ютуберы, которых смотрят немногие оставшиеся фанаты И на контент которых всем плевать Тем не менее, вокруг них есть огромная комьюнити хейтеров и троллей, которые хоть и не смотрят их контент, но интересуются каждым их неудачным моментом Ну понятно, как у меня, в принципе Как у меня, вот только у меня все хейтеры меня смотрят Огромная потенциальная аудитория бывших разочарованных фанатов, которые жаждут развлечений за счет унижения своих бывших кумиров Так почему бы не собрать этих лолкау на один регулярный подкаст под названием Лолкау подкаст и не выдаивать из этих коров контент Так и получилось Винкс оф Редемшн и Буги 2 Да я бы его убил просто нахуй бы, блять Если бы продышал просто в его сторону Он же, блять, ну спичка ебаная, 40 килограммов Вы че, парни, блять С кем мне выскакивать? Да 40 килограммов, блять, при этом 180 ростом с хуем Ну то есть, вы че, блять, парни Он вот так усенький, я его поднимал вот так вот Если что, ну типа, а я вообще в жизни, ну, тяжелее Хесуса ничего не трогал, блять, походу 988 не могли не согласиться на кругленькую сумму в пару десятков тысяч долларов бонусом И также регулярную зарплату Они делали все это с полным пониманием того, что над ними будут издеваться В сленге подкаста их называли коровами А тех ютуберов, кто приходил в гости над ними подшучивать, называли молочниками Ким Стар, считайте, стал агентом этих двух личностей И в этом чувствовалась не только финансовая заинтересованность Ведь Ким мог бы заработать в разы больше денег на других проектах Да господи, Ким Стар находил бойцов и устраивал бои для мисс Фитс И по сравнению с этим, Буги и Винксов Редемшн это просто какое-то копеечное дело Но стоит понимать, что Ким вырос в эпоху интернета, где Винкс и Буги были гигантами И, по сути, с какой-то стороны решил спасти их карьеру и сделать им такой вот дом престарелых Ну или, если быть честными, зоопарк Также Ким Стар занялся раскруткой своих коров Начиная с Буги, который получил собственный документальный фильм на час От восходящей звезды Ютуба Майкла Клама Смотреть эту документалку физически больно И в большинстве моментов ты чувствуешь, что ее также физически больно было делать Примерная суть вот в чем Буги нищий У него еле хватает денег, чтобы... А также медицинские счета, счета за электричество, интернет и так далее Но вы поняли Он плачет о том, что у него куча болезней В том числе рак И что он может умереть в любой момент Как вы думаете, пытается... Ой, блядь, ну ты что-то вообще... 10 лет, походу, у тебя не было Для Буги решить хотя бы одну из этих проблем Окей, почитаем мои месячные траты О, это же... Гарик Бульдог Харламов? Моя страховка, 800 Медицинские счета, 500 500 долларов за кабыдалку Визиты к доктору, физиотерапия, постоянно лаборатории Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке Мне нужно платить за машину и за страховку на эту машину Бедный, за машину нужно страховку платить А-а-а-а, продать машину? О, нет, это полная ху... Бру, зачем? Зачем продавать машину? Ну это же полная хуня? Зачем продать свой новенький Тесла Model X? Да, то есть, ну... Бедный, нищий, ублюдок, ебаный в рот, а? Машину еще надо страховать... Ебаный в рот, блядь Пиздец, вот меня бесят, блядь, вот эти вот, сука Вот знаете, есть огромное количество людей, которые берут и такие говорят У меня нет денег, как-то очень дорого жить, блядь, у меня там машина, вот это надо ее, блядь, а нахуя если ты ее не тянешь, блядь, это же расходы, блядь, это же... Если, ну, машина, это все время расходы, блядь, зачем тебе машина, если, ну, если ты ноешь, то у тебя доходы не позволяют покрыть ее, блядь, там нельзя без машины Чел, в его случаем есть... есть охуяная табуретка на колесах, блядь, это Америка, там, технологии, блядь Диабло 4 мне пришлось купить Final Fantasy 16 мне пришлось купить Ебаный, блядь, Диабло 4 и Final Fantasy... ебаный, блядь, не, ну это пиздец, мужик, реально, это пришлось, реально Добрый вечер, Вова, купи себе мороженое О, не, у меня нет денег на мороженое, извините Люди, если, вот, меня, блядь, вот такие вот уебки бесят, блядь Если у вас нет денег содержать машину, может быть, тогда вы не будете ее покупать, блядь, это же логично Диабло, нахуй, пришлось купить, бедней А, я так говорю, потому что у меня есть финансы, если бы их не было, наверное, я так же бы сидел, бедним был бы Терресов за Кингом вышла, мне пришлось ее купить, 400... Что такое Мортаги, Мортгаги, что это за 2000 долларов? Грут серии, интернет, 250 долларов за интернет, блядь, ты че, вообще? Долбалеб, нахуй, турколес, чума, рак, капиломы, дефтерия, тиф, как клюш, гепатиты, конечно же, столбняк И мне дорого жить, и денег нет Короче, помоги, стрелян Да не, ну то битта уже, че тебе помогать-то, блядь Я надеюсь, это рофл, сука, такое же может быть, реально Чел просто занес вообще все Нет, интернет, 250 бачей, это-то понятно 250 рублей, спасибо, что это надо А вот за 250 бачей, это, конечно, пиздец, чума, утипа, кстати Не, вы мне просто, блядь, ответьте 250 долларов за интернет, какого, блядь? В стране стоит, который придуман был интернет Стоит интернет 250 долларов, а у нас тут 400 рублей, 300 рублей Я уверен, даже за 200 можно найти интернет Это баксов на видеоигры Свидание, дейт, 750 долларов, ала А ты ведешь какой-то подсчет расходов Или только на еду хватает? Ну, я не веду расчет расходов Потому что у меня, вы мне донатеры Донатите многое, я могу себе не отказывать ни в чем И как бы еще и партнеры меня кормят И типа, я сейчас прям вообще в шоколаде живу Спасибо огромное вам и партнерам, и всем Потому что партнеры, это вы считаете Ну, из-за вас партнеры пришли Поэтому, как бы, ну, я вот Человек И могу всякие проектики там делать Что-то еще что-то, что-то подарить Там, короче, близким помочь В общем, вот так вот Типа, у меня же, ну, семья не Ну, среднего достатка, да, среднего Мы не нищие были Но среднего Поэтому вот Сейчас у меня жизнь вот как-то вот так Получше, конечно, стало Поэтому Вот, ипотеку взял, получается Нартаги, это ипотека, прикинь Да и похуй, блядь Ну, типа, чел орет, что Ну, у него ипотека Он, блядь, орет, что ему за машину надо платить Что он Диабло покупает Файнал Фэнтези На встречи, блядь, на свидание Ему деньги надо тратить Блядь, что, охуел, что ли? Это как я сейчас сборы, блядь, объявлю Мне на свидание Кого ебет вообще это? Это как вообще связано с тем Как это влияет на контент? Да никак, блядь Я вообще, когда сборы делаю Ясен, хуй, мне хватает там на ноут Или еще что-то Но просто я к тому это делаю Что, типа, ладно, вы уж хоть донатите Хотя будете знать, на чего донатите Это как бы не к тому, что Задонатьте мне, я бедней-бедней То есть многие так думают, кстати А нет, я на самом деле просто вешаю И думаю, бля, ну вот что вы хотя бы знали Куда донаты идут сейчас Хотя, наверное, это неправильно, блядь Ну, похуй, ладно Но если убрать все это И если я буду жрать только сэндвичи Просто буду сидеть тут Не буду платить за Детфликс, подписки Только за интернет, кому дам Потому что мне сейчас ничего мне не надо Кроме как покупать овощи и курочку для салатика Да вам не надо ничего покупать Потому что все, ну, всякие игрушки Всякие игрушки прохожу я, например То есть зачем вам что-то покупать Я вообще считаю, что твич это охуенно уникальная тема И я не понимаю, как работает, например, авторское право Потому что если мы с вами, я, стример, покупает игру Если она не соревновательная, а сюжетная И ты ее проходишь на стриме Нахуенно тогда остальным людям ее покупать, грубо говоря Да, то есть, грубо говоря, мы очень много денег экономим Документалка, медицинские счета, ипотеку Если буду платить только за это Но он не может торрентом пользоваться Его в жопу, если он с торрента что-то скачает Он же в Америке живет Мне нужно 7 тысяч долларов в месяц Я не зарабатываю 7 тысяч долларов в месяц Знаете, после этой документалки я искренне ненавижу боги И этому есть много причин Я думаю, что вы уже тоже, в принципе, разделяете мою точку зрения Но давайте поговорим более предметно Начнем с самого простого видеоигра, которую ему пришлось купить Final Fantasy XVI Он не делал с ней никакого контента Он ее не стримил Он никаким образом не отрабатывал эти деньги И более того, люди нашли его аккаунт в PlayStation Network И он не заработал ни одного трофея в этой игре Он даже пролог в ней не прошел При этом вы можете заметить, что он купил издание не за 70 долларов А за 90 Потому что он хотел коллекционное издание Конечно же, но он же заслуживает коллекционное издание А ведь вместо этого он мог играть в Мир Кораблей Вот долбоеб Кто в это играть-то будет Ёбаный сыр, извинитесь Мир Кораблей мне, сука, стабильно каждый месяц Ладно, пизжу Каждые 4 месяца приходят, говорят Вован, поиграй в Мир Кораблей Столько денег Уже, я не знаю, суммы Ёбнутые Ну я просто, ну реально не понимаю эту игру Клянусь, ну Ну, я не знаю Ну дайте мне 2 миллиона, я поиграю Ну, потому что я не понимаю Как можно на серьезных щах Играть в корабли Ну что за геймплей, блядь Плывешь себе, блядь, и все Нахуя играть в корабли, когда можно в танке Там хотя бы динамика есть Я не понимаю, блядь Еще у него визит к доктору 750 долларов Вопрос Судя по нему, он ничего не делает Что ему доктор говорит? Конечно, если бы все делали, что им говорит доктор Тогда бы доктор не зарабатывал бы, очевидно А так доктор сказал Ну, с этим жить можно Он такой, ну все, ебать Изи, спасибо большое Евротраки едешь Вот это логика Чел, евро... Боже, кто это написал, блядь? Это драма-квин Вот что ты нахуй несешь, мать, блядь? Ты же пожилой человек, блядь Ну мозги-то надо включать иногда, да? То есть евротрак сравнить с кораблями У тебя все нормально, блядь! Евротрак, катаешься себе А это что, плывешь на своем дирижабле, блядь? Чтобы что, потом выпустить петарду, который промахнулся И тебе прилетает в ебало Все, next Ну, во-вторых, давайте поговорим о том, что этому человеку Ебать, это только завтрака ху** Можно 7 тысяч долларов Минимум, чтобы существовать Я могу представить ваше лицо в данный момент, когда вы это слышите Но да, это человек, которому нужно 7 тысяч долларов Чтобы просто оставаться на плаву И это в лучшем варианте, в котором он питается только сэндвичами Потому что в его понимании не существует чего Бля, бро, реально кислород нюхаешь, что ли? Это дешевле, чем сэндвичи Но это еще не все В документалке он постоянно ходит к врачам Делает анализы, тратит бешеные деньги Ну, вы знаете, что в Америке довольно дорогая медицина Блять, короче, это какой-то Гейб Ньюэл из вселенной Где никто не покупал его кейсы в CSGO А у него нет нормальной страховки И сразу же после И Steam Deck никому не нужен был После того, как ему говорят о том, что все его проблемы связаны с его лишним весом И что ему стоило бы лучше питаться, больше заниматься собой Он едет в соседний фастфуд и берет себе огромный заказ Забивая все это огромной Mountain Dew Что вы понимали, он Беру себе три биг-тесте И диетическую колу Ведь я не хочу быть толстым Спит в кислородной маске, просыпается И сразу же пьет банку Mountain Dew И после этого ему хватает наглости Сидеть перед камерой и жаловаться, что он столько тратит На то, чтобы ходить к врачам И напоминаю, что это все на донаты Подписчиков, которые у него еще остались Но все видео, все видео он ходит И говорит, насколько ему мало осталось Что он скоро точно умрет Что у него рак и ему конец В итоге он оказался таким комком Депрессивности, что даже чувак, который снимал документалку В какой-то момент уехал в отель и сказал, что не хочет снимать дальше Потому что он не может находиться в этом доме с этим человеком Это практически невозможно В итоге ведущий решил как-то помочь Буги И связался с людьми, которые могут подыскать ему работу Хоть какую-то, чтобы он мог зарабатывать деньги И жить честной жизнью И Буги пришел на собеседование Но вместо того, чтобы понять, что ему это действительно нужно И как-то сотрудничать с человеком, который проводил собеседование Он постоянно специально вставлял себе палки в колеса И говорил, каким он будет плохим работником А после этого позвонил ведущему и сказал, что он не хочет больше снимать документалку Приезжай через несколько месяцев, когда у меня будет настроение И вообще я суперзвезда И я не хочу во всем этом участвовать и работать Эй, Майк, слушай, чувак Я знаю, что ты делаешь документалку И хочешь, чтобы я нашел реальную работу Но я скажу тебе, что я не буду этого делать Я не приду на какую-то работу Когда у меня 4 миллиона подписчиков На ютубе Я один из изначальных ютуберов Вместо этого я сделаю вот что Вернусь к созданию контента Вернусь к рассказу истории и развлечению людей И заработаю денег, делая это Давай свяжемся через пару месяцев Ведущий приехал спустя несколько месяцев И увидел, что у Буги появилась девушка И девушки Бл***, чё за хуйня, б***ь 20 лет А Буги, напоминаю, где-то около 50 Еб***ный сыр, б***ь Да, это его фанатка, которую он привлек тем, что отыгрывал жертвы И она его пожалела Ёбаный в рот, нахуй Мне аж плохо от видоса стало Как так можно? ППЦ Не знаю, Радмир, б***ь А вы, б***ь, девушку не можете себе найти, б***ь Вы посмотрите, нахуй Не, ну зато я теперь понимаю, что когда у меня вдруг Станет всё плохо И меня бросит Алина И денег у меня не будет Всё равно найдётся какая-то женщина Молодая, кстати, когда мне будет 90 лет Которая меня пожалеет Хорошая перспектива на жизнь, б***ь, конечно Не, нахуй, когда мне будет 90 У меня шишка стоять не будет Соответственно, мне не будут привлекать женщины Соответственно, я буду понимать, зачем вы со мной встречаетесь Потому что Вы хотите, чтобы я быстрее умер Оставил наследство Но я нихуя не оставлю Потому что у меня ничего и не будет, б***ь О, как И да, у неё нет отца, как вы догадались Он рассказал, что она очень сильно страдала в своей жизни И он пытается сделать её жизнью О, не, больные какие-то такие психологически не интересуют Лучше Но параллельно с этим всё ещё рассказывают, что он скоро умрёт И всем стало понятно, что он нашёл эту девушку, чтобы просто не умирать в одиночестве И ему абсолютно плевать на то, какую душевную травму он оставит для неё В общем, после этой документалки хотелось как-то помыться Это было довольно мерзко, если честно Не, на трекховке я не оставлю Наверное, вместе с ним на ту цвету Абсолютно отвратительная история Но мы ещё не дошли до самого отвратительного В общем, Буги стал частью лолкау подкаста И подкаст поначалу шёл довольно медленно Они не зарабатывали денег, просмотров и так далее И Ким Стар начал из-за этого напрягаться И во многом срываться на Буги Что, в принципе, было довольно заслуженно Учитывая, что Буги постоянно пропускал выпуски Потому что ему нужно было лечить его рак Да, когда его врач якобы вынес ему этот диагноз Он сразу же записал об этом видео Потому что он любит быть полностью прозрачным Со своими зрителями И хотел рассказать, что действительно У него вот настолько всё сейчас плохо И многие его поступки в интернете прощались Потому что, ну, ему немного осталось Ну, типа, что с него взять Затем у Буги началась драма С каналом Самординари Геймерс Который задавал ему неудобные вопросы Я думаю, что суть этих вопросов сейчас не важна Мы поговорим скорее о том, что происходило Во время этой драмы Суть в том, что это была весьма громкая ситуация И Ким Стар строго-настрого запретил Буги Где-либо её обсуждать Кроме его собственного подкаста Потому что он буквально его нанятый работник И Буги получает долю с этого подкаста Это вполне логично Но Буги не смог удержаться Он пошёл на стрим другого лолкау Под именем Ревью Тэг Юэсэ Хёп твою мать Я уже в пузанах запутался Это кто? Если исключить тот факт, что это опять Риш Тэй, который хотел задать ему несколько вопросов Начал обсуждать всю ситуацию во всех деталях Но хуже всего то, что пришёл Самординари Геймерс Зашёл к ним на стрим в Дискорд И на том же стриме они всё порешали И обсудили каждый каверзный момент Собрав огромную аудиторию вокруг этого стрима Стоит ли говорить, что после потери такого куска контента Который мог привести столько пользователей на лолкау подкаст Ким Стар был готов убить Буги Он говорил, что уволит его Что тот будет умирать в бедности И дал последнее условие для его возвращения Буги должен встать на колени И начать извиняться перед всеми Кого он оставил без контента И Буги это сделал Хотя он храбрился перед этим Говорил, что ему всё это не надо Ему важнее гордость Он всё равно это сделал И Ким Стар позвал его обратно Потому что эта ситуация с состоянием на коленях В итоге тоже принесла некоторую пользу подкасту Всё-таки это лолкау подкаст Это не подкаст, на котором мы уважаем членов этого подкаста Мы просто приходим Ну он так немножко, слышишь, так, сказать Ну, преуменьшил На него, надеюсь, смеяться С этого момента был довольно... А как же это? Заряжать теслу свою, ёб твою мать, да? Тихий период Лолкау подкаст, в принципе, набрал себе аудиторию Они регулярно записывали выпуски Но была одна небольшая проблема Дело в том, что Буги либо опаздывал Либо просил больше денег Либо вообще не появлялся в какой-то день По одной и той же причине А причины, которые он приводил Это то, что у него рак разыгрался Ему нужно срочно бежать к врачу В то же время Wings of Redemption всегда появлялся вовремя, как штык И воспринимал это серьёзно, как свою работу Никто не хотел винить Буги Потому что ему, ну, недолго осталось Ну что же с него взять? Ну, ребята Мужик, я реально не знаю, бля Несколько недель назад Буги создаёт свой коин Вы же знаете, что ютуберы в последнее время Очень любят создавать свои коины То же самое случилось и с Буги Какие-то чуваки дали ему 10 тысяч долларов И заставили сняться на камеру Где он говорит, что Ребят, если хотите стать такими же успешными, как я Вы можете заработать на вот моё Короче, я вот считаю, что Вот таких вот здоровых Ну, нужно тоже, чтобы они Сиски прятали свои Это надо расценивать, как Ну, секс какой-то на улице Я вот так хочу сказать Я считаю, что таким нужно запрещать Ходить голым В этом фэти коине И, конечно же, когда его оставшаяся аудитория Купилась на это, купила этот коин Произошёл рак-пул И они потеряли все свои деньги И когда люди пришли к Буги Спрашивать, ну и что нам теперь делать Ты нас обманул Он сказал, что Ну, у меня рак, ребят Мне нужны были деньги на лечение Это очень срочно, серьёзно Я не хотел, но мне пришлось И вот тут, знаете ли У некоторых людей сгорела задница А конкретно у ютуберов Которые начали подозревать Что что-то здесь нечистое Буги уже столько лет говорит про рак Но при этом постоянно делает Какие-то плохие вещи И использует это как оправдание В своём видео изначально Спасибо большое за тыщу Он сказал, что у него Полицитемия вера В общем, это очень редкая штука Когда у тебя в крови Становится намного больше Красных кровяных клеток Чем белых Я, если честно, не разбираюсь Поэтому прошу прощения И эта штука может привести к раку Но Буги говорил, что у него Конкретно вот просто рак У него был большим шерифтом На превью Рак И вот Эти некоторые ютуберы Подождали момента Согласовали всё с Ким Старом И когда был очередной выпуск Лолкау подкаста Destiny, XQC И некоторые другие ютуберы Присоединились к разговору И начали докапываться до Буги Который в свою очередь Не мог уйти Потому что ему платят зарплату А тебе это не понравится? Давай, выводи из водок Тебе не понравится? Я зову друга Конечно Я зову приятеля на шоу Буги 2488 Сегодня мы будем спорить Я на 99% уверен Что ты обманываешь Обманываешь насчёт твоего диагноза рака, Буги Хорошо, давай послушаем Давайте послушаем Доктор когда-нибудь говорил тебе Говорил тебе слово рак? Он сказал полицитемия вера Что является формой рака Как он мне это объяснил? И это не вторичная полицитемия Как это объяснял Николас Диорио Ну а я думаю, что это именно вторичная Но почему он сказал, что это полицитемия вера? Почему он сказал, что у меня в крови гормональные маркеры Которые указывают на полицитемию вера? Почему он указал сделать биопсию костного мозга Чтобы подтвердить это? Ебать, садись назад, братишка Тише Ну если он сказал сделать биопсию костного мозга Чтобы всё подтвердить Странно, что ты уже сказал, что у тебя есть диагноз Ну потому что у меня гормональные маркеры в крови Но ты же сказал, что получил диагноз Ну теперь ты говоришь, что нужно подтверждение Ну мы просто подтверждаем Это называется подтверждение Гормональные маркеры уже в крови Ага Так, почему ты говоришь о дорогом лечении от рака, если они не знают, есть ли он у тебя? Потому что они лечат его, мутак. Они лечат его уже два года. Из всего этого дела у Буги нет ни единого документа, на котором написано «Полицитемия вера». Ни одного. Полицитемия — это просто большое количество клеток крови. У тебя просто много красных клеток. Да, это от большого веса и пересыпания, потому что у меня обе эти вещи. Да, это может быть причиной. И как сказал Буги, когда мы делали обследование, то знали, что есть риск этого. Это значит, это риск... Это риск, и в итоге это, к сожалению, произошло. Но это не рак. Это из-за низкого кислорода в крови. Окей, Буги, как вы можете видеть, прижали довольно сильно, и по фактам, учитывая, что он не предоставил ни единого доказательства того, что у него действительно есть рак. Дальше разговор был в следующем ключе. Буги два года назад сказал, что он записывает видео прямо в день, когда получил диагноз. И что у него действительно рак, причем очень редкая форма рака. Но после всей фигни с криптоскамом, он начал утверждать, что ему крайне важно сделать тест костного мозга, чтобы получить подтверждение. Спустя два года после того, как он сказал, что у него вот точно есть диагноз. Спустя два года, как он списывал каждый свой недостаток, каждый свой прокол, и каждый раз, когда он обманывал свою аудиторию на бабки, на то, что у него рак, и он лечится от рака, который даже не был подтвержден изначально. Все, что у него есть, это анализ крови, в котором были найдены гормональные маркеры. Но это не является подтверждением болезни. Так нельзя поставить диагноз рака. Из того, что я понял, действительно нужно проводить огромное количество тестов, и уже после... Я, правда, не понимаю, чел был пиздоболом, опять напиздел, и все опять ему донатят. Что за пиздец вообще? При этом можно точно сказать, есть у тебя эта болезнь или нет. И очень странно, что спустя два года, когда люди начали задавать вопросы, Буги решил все-таки сделать тест костного мозга. Вот как он это оправдывает. Потому что я наставил на этом, потому что надеялся, что они ошиблись. Но почему ты наставил на биопсии, если все подтвердили маркерами в крови? Потому что я надеюсь, что они ошиблись. Как ты можешь думать, что они не правы, если два года говоришь, что сражаешься с раком? Потому что я два года боролся с раком, Дестиди. Как, разжижителями крови? Это для тебя. Тебе не стоило об этом говорить. Но факт в том, что ты это сделал. В тот же день, который получил этот диагноз и сказал, что какое-то время раздумывал об этом. Я какое-то время придерживал это. Да, я какое-то время это придерживал. Но ты же сказал в том твите, что получил диагноз в тот же день. Они сказали мне, ну ладно. И суть как бы вот в чем. Буги весь этот стрим отрицал, что у него нет рака. Вот говорю, что они все врут. Но при этом не мог показать листочек, на котором написан его диагноз. Дошло до той степени, что даже... А, понял. Винкс оф редемшн, который по большей части его поддерживал, как товарищи по подкасту, начал задавать вопрос, типа, чувак, просто покажи им листочек, скажи, что они неправы, и все. Но все зашло еще дальше. Дело в том, что Дестани и другие огромные ютуберы начали предлагать Буги деньги за то, чтобы он показал свой диагноз. И это не просто слова, это довольно большие уважаемые ютуберы, которые вряд ли бы начали брать свои слова назад. То есть они реально бы ему заплатили. В итоге потенциальный фонд лечения рака Буги составил 80 тысяч долларов, если собрать все суммы, которые ему предложили. А учитывая, что только недавно Буги согласился на 10 тысяч долларов, чтобы заскамить свою аудиторию криптоскамом, как бы было бы логично, если бы он взял 80 тысяч долларов и показал эту бумажку. Но он сказал, что не будет этого делать, потому что это последняя частичка приватности личной информации, которой нет в интернете, которая у него осталась. И он предпочтет, чтобы все в интернете считали, что он обманул насчет рака, но не покажет эту бумажку, потому что вот он так решил. Он внезапно стал очень принципиальным. И этой внезапной принципиальностью он дал всем понять, что никакого рака у Буги на самом деле нет. И все это время он просто... Да они не обсуждают, кто сожрал сэндвич, они обсуждают, кто напиздел с раком. Гандон ебаный, блядь. Врал. Но это еще не все. Они целых полтора часа уговаривали его показать диагноз. И это было так больно смотреть. Но вот небольшие фрагменты. Почему ты соврал об этом? Люди не будут сомневаться, они уже решили, что ты обманщик. Не, я уже понял, я все удалю, мне конец, я все равно ничего не покажу. Я не спрашиваю, покажешь или нет, я спрашиваю моральный вопрос. Если ты поделился этим с фанатами, не для тебя моральных обязательств под этими определенными обстоятельствами, потому что, еще раз, возможно, если даже эти обстоятельства есть, если даже они есть, то я собираюсь игнорировать эти моральные обязательства в пользу сохранения последнего кусочка приватности в моей жизни. Не нужно было этим делиться. Это было тупое решение, я знал, что всем будет плевать, включая людей, которые сидят здесь. Бедней, бедней, бедней. Бля, какой бедней. Твой ответ на все это, типа, ха, вы можете глянуть мою бит-книжку, когда я умру. То, как ты говоришь, как рассказываешь это. Ты такой побежденный, как будто ты знаешь, что тебя поймали. Я пришел к этому определенному. Я всегда знал, что этот день настанет, что мне придется выбирать между тем, чтобы показать все это, или что интернет скажет, что я наврал. И теперь интернет считает, что я наврал. Потому что я буду настав... Если у тебя реально все есть, так покажи, е**ть. Правильно? Ну, логично же. И все, все завалят е**ник. Они обосрутся, они будут сидеть обосраны. ...нарешение, которое сделал два года назад. Что для меня это единственное... Но все нормально. Я просто уйду из интернета. Кто в это поверит? Скажи, веришь в это? Веришь? Моей медицинской записью для меня... Он всем про свои проблемы рассказывает. У меня высокое давление. Но это одна вещь, которую я буду держать. Никто не поверит в это. Я лучше уйду из интернета, если честно. Что вы понимали, этот разговор шел в таком ключе несколько часов, где разные ютуберы заходили на этот стрим. И пытались убедить Буги показать свои медицинские бумаги. И каждый из них предлагал еще больше денег в этот фонд того, чтобы Буги наконец-то показал эти бумаги. Пришел даже Мутахар, который предложил еще 10 тысяч долларов и сказал, что типа, чувак, у тебя список болезней больше, чем Библия. Ну просто дай скриншот. Но финальным аккордом стало то, что пришел мистер Митакур. И если вы знакомы с этой персоной весьма нижнего западного интернета, то вы знаете, что его также называют Человек-рак. Потому что это ютубер, у которого действительно есть рак, с которым он борется. Которого в свое время тоже донимали. И в итоге он просто достал бумаги и всех заткнул за пояс. И в этот момент Буги начал юлить по-особенному. Просто зайди в диагнозы, и там будет написано все, что доктор у тебя нашел. Да, я только что прочитал. И там в списке есть рак? Да. Но ты можешь просто сделать скриншот, как сделал я, и это будет конец. Конечно. И два года назад я принял решение, что не сделаю этого. И я лучше уйду из интернета, чем лишусь последнего куска приватности. Так, блядь, ну а на что ты жить тогда будешь, блядь, и блядь, дебил, я не понимаю логики, блядь. Знаешь что, я... Ну ты уйдешь из интернета, блядь, и что нахуй? Ну не сможешь уйти. Что там, сударь, сидит СПРА сверху? Мне не стоило рассказывать публично. Не-не-не, дай закончить. Просто покажи страницу под названием диагноза пациента. И там список болезней. Там не будет имени врача или названия больницы. В злокладке улетел. Просто название болезни. И я не сделаю этого. Вы говорите, что я два года потратил на болезнь, которой нет. И я считал, что вы мои настоящие друзья. И я бы никогда не поверил, что вы бы пришли к этому. И я лучше буду уже заканчивать. Так это я смотреть не буду, отстань. Ты что, думаешь, что мы тебя предаем как-то? Все нормально с тобой общаются. Никто не предает тебя, о чем ты? Думаешь, я тебя подставил, что я позвал Дестани? Да нет. Один из самых больших стримеров пришел на наше шоу в прямом эфире. Я просто хотел, чтобы это был приватный разговор. Я бы показал тебе. Конкретно тебе, Ким. Мне не нужен твиттер, если я умру. То есть, представьте всю абсурдность ситуации. Ты два года врал, что у тебя рак. Ты пользовался всеми бонусами, которые могут от этого быть. Все тебя жалели. Все тебе все прощали. Ты говорил всем, что скоро умрешь. И вот, наконец-то, люди начинают задавать вопросы. Просят каких-то доказательств. И ты, во-первых, не можешь их предоставить. А во-вторых, выставляешь тех, кто пытается получить от тебя хоть что-то, теми, кто лезет в твою личную жизнь. Ты хочешь сохранить какую-то приватность. В разговоре с настоящим раковым больным продолжаешь гнуть линию того, что тебя все обижают, и на самом деле ты жертва. И как не обойтись без этой вышинки на торте? Сказать, что когда ты будешь мертв, тебе не нужен будет твиттер, и тебя никто не достанет. Ну, знаете, немножко намекая на то, что ты жертва, и, возможно, ты что-нибудь с собой сделаешь. Буги собрал полное бинго за этот стрим. Он настолько проиграл во всем, что даже в итоге удалил свой твиттер, потому что не мог на все это смотреть. Но, как показывает практика, твиттер можно восстановить еще 30 дней после удаления. Так что, скорее всего, он думает, что просто переждет весь этот скандал. Итак, давайте перейдем к итогам всего этого действия. Бля, ебаные мусорка. Ну, мало того, что все вспомнили, что буги существуют, теперь его все ненавидят. И каждый, я имею в виду, каждый сделал видео про то, какая буги мразь. Потому что, если ты обманываешь других людей, что у тебя смертельная болезнь, чтобы получить от них доброту и какие-то ништихи, никто никогда тебя не поддержит, если окажется, что ты всех обманул. Но теперь перейдем к мнению других членов подкаста. Вот что сказал про все это Wings of Redemption на своем следующем стриме. Для контекста, у его жены тоже раковое заболевание. И для их семьи это не что-то незнакомое. Пока он не докажет обратное, он заскамил людей со своим раком. Если честно, меня он тоже обманул. Я был тогда на тестостероне. И одна из причин, почему я следствую, это то, что буги якобы получил от него рак. И я боялся, что у меня тоже будет. Возможно, из-за буги я не смогу завести детей. Я бы тоже пожалел его, но он сам это с собой сделал. И самое худшее, что он использовал рак, чтобы отлынивать от записи подкаста. Скажу вам, если бы мне предложили пять тысяч, чтобы показать вам диагноз своей жены, ее задница была бы разбуженная, и вы бы получили то, что хотите в течение десяти минут. Ну а в итоге покровы со всей ситуации сорвал Ким Стар, который до недавнего времени был партнером буги. Хотя, возможно, им и останется, потому что буги привлек столько зрителей на его стрим. Суть в чем, буги действительно принимал стероиды, которые могли привести к подобным вещам. Да похуй нам, аноним, абсолютно похуй. По и кровью. Два года назад, когда он потерял все деньги на криптовалюте, он пошел к доктору. Ему сказали, что у него большое количество красных клеток крови, и, возможно, у него рак крови. Но перед тем, как он успел что-то подтвердить, он сразу же побежал делать видео на ютубе, что у него теперь рак. Два года спустя у него все еще нет подтверждения, что у него рак, но он всем говорил, что у него есть рак. И использовал это, чтобы получать симпатию от других. Это было для рекламы его крипто-скама, для того, чтобы просить людей финансово поддерживать... Блядь, я не понимаю, даже если у тебя рак, и ты все равно всех наебал. Почему это не работает так, как надо? Объясните мне, я не понимаю. Вот даже если у тебя рак, и ты всех наебал, и ты такой... А, ну я всех наебал, потому что у меня рак, и все-таки... А, ну ладно, блядь. Ну то есть... Что за говно? ...потверждать его во всем этом, он врал, что у него рак. И, возможно, это даже преступление. Сейчас у него уже назначены тесты, чтобы подтвердить на 100%... Да его в тюрьму надо сажать, блядь, по-хорошему, и все. ...если у него рак. Так что иронично, даже учитывая, что он все это врал, у него все еще может быть рак. Привет. Вся эта штука... Можешь поздравить с ДН. Да, с днем рождения, я тебе аноним. Я правда не знаю, что это... Ну а печаль, да. Ну что я могу сказать? Даже если он действительно подтвердит свой диагноз, всем уже будет плевать, никто не будет его особо жалеть. Потому что это патологический врун, которому нельзя доверять. И в конечном итоге, я думаю, что это поучительный урок для всех контент-криэйторов, когда вы вмешиваете свою аудиторию в свои... Ну это факт. Че, блядь, идем? Я так долго ждал, пока видосы, блядь, блядь, господи, сейчас проверю, нахуй, у меня на фоне не открыто, у меня эта хуйня. Субтитры сделал DimaTorzok